Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые студенты. Садитесь, пожалуйста. Сегодня у нас очередные проблемы с техникой. Она внезапно оказалась недоступна в связи с ремонтом. Не смог пробраться в ту аудиторию. Поэтому я пытаюсь записывать подручными средствами. Что из этого получится, посмотрим. Поэтому просьба к вам конспектировать. И я еще раз напомню, есть возможность подключиться к созданию конспекта лекции. Тот третий курсник, который их делал по 9-10, он сейчас их временно не делает. Предупредил, что в ближайшие недели он делать не сможет. А у вас в ближайшее время уже будет, собственно, зачет. Следующая неделя, последняя учебная, мы ее используем следующим образом. Для... А. До сдачи во время семинаров ваших практических работ. И это в первую очередь касается групп Ермакова и Пашкова. Второй и третий. Вот. С моей... Я более-менее рассчитаюсь, наверное. Ну, по крайней мере, с половиной что-то дома учту и выставлю оценки. Сегодня мы ударно все вроде бы отмечали. И... А половину я, наверное, вот в свой первый раз дам двум другим семинаристам. И начну принимать досрочно зачет у тех, у кого все сдано и положительные высокие оценки. Вот. Так что в следующий раз есть возможность досрочно дать зачет, но без постановки в зачетку. То есть, еще пока нет ведомостей, нет зачетов. Вот. И тем, у кого все хорошо, можно будет в следующий раз сдать. Значит, вопросы. Практически подготовлены, и они появятся завтра утром. Вот. Я прошу прощения, периодически мне не получается совсем выделять время на контрольные работы и, похоже, возможность выложить вам там все контроли за оставшееся время практически не достижим. Но я думаю, что в этом вы только обрадуетесь и успокоитесь, что у вас все более-менее нормально. Вот. Так что, если контрольно будет, то будет контрольно по, может быть, этому и последней лекции. По последним. А может быть, только по одной сегодняшней. Контрольно будет. Если вдруг совсем будет туго, то, может быть, и ее не будет. Наверное, надеюсь, что какая-то итоговая будет все-таки. Что-нибудь я вам сконструирую из всех, так сказать, материалов на 10 задач. Вот. Так, что еще по нашей общей тактике? Ну и, соответственно, в следующий вторник вы должны со своим семинаристом добиться того, что у вас какая-то оценка по практике такие выставки. Понятно? Пока ее не будет. На зачетную неделю, да, зачет можно не приходить вдавну. в этом смысле вы там все равно встретите семинаристы, можно пытаться с ним договориться и так далее. Но, я настаиваю, что в следующий вторник, последняя, фактически, лечебная неделя, 15-я, надо закрыть практику окончательно. Понятно? Доделывайте все максимально, практическим работам. Значит, что осталось? Теперь по сегодняшним темам. Сегодня мы с вами занимаемся хэш-функциями, хэшированием и открытой-закрытой хэш-таблицей. Что это суть такое? Давайте начнем с задачи. Такой вопрос в зал. Задача. Представьте себя, что у вас есть, например, зачетки, в которых фамилия, ну и там набор оценок. и у вас есть билет. И вот семинаристы собрались, и каждый конкретному студенту подписал конкретный билет. Ну, у нас так не будет, но допустим. Или у вас, короче говоря, два списка. Список А и список Б. Оба списка это списки кортежей. То есть, у вас там есть фамилия и какой-то набор данных. И там есть фамилия и какой-то набор данных. Все зачетки перемешаны в случайном порядке. Все билеты перемешаны в случайном порядке. Задача. вложить в каждую зачетку свой билет соответствующей фамилии. То есть, сделать соответствие фамилии там и там. Какое количество операций для этого потребуется? Студентов много. Н студентов. Кто может прикинуть порядок количества операций? А? Это квадрат. Как делать, предполагаешь? Ну, на улице пробегается в том зачетке какая-то зачетка неизвестная института и на улице так. вот, собственно, предлагается механизм полного перебора. Он дает весь N квадрат. То есть, мы берем для каждой зачетки, просматриваем все билеты, оставшиеся немножко оптимизируем, но это будет все равно как бы пузырек, в котором N, N-1, N-2. Сумма арифметической прогрессии дает все равно симптотику N квадрат. Вот N квадрат. Что можно сделать? Еще идеи есть? Мне пояснить рисунком или понятно? два списка. Сопоставить порядок результата в принципе не важен. То есть, главное, чтобы каждая фамилия соответствовала. Ну, я жду, вот один есть тривиальное решение, более оптимальное, чем полный перебор. Можно отсортировать списка по ключам. Отсортировать оба списка по ключам, и мы получаем асимптотику, соответствующую скоростью сортировки. Сортировка у нас какая бывает логарифическая, вы уже знаем, как и, да, логарификатор. В основании 2 от R умножить на N, и это намного лучше, чем N квадрат. Однако же, есть способ сделать это быстрее. Есть способ это быстрее. А именно, в питоне можно воспользоваться стандартным способом сделать это быстро. За N операций запихиваем всех из списка A в словарь. Стандартным просто генератором словаря запихиваем всех остальных тоже в словарь, где ключом является фамилия. Поиск по ключу в словаре O от 1. Знаете почему? Вот. Вот не знаю. O от 1. Ну, мы вам говорили, на практике, кажется, говорили, что очень быстро ищутся словарь. Да? Не знаете, что ли? O от 1. То есть, мгновенно вытаскивается значение по ключу, мгновенно, независимо от количества хранимых данных. Послушайте. Представьте себе, что у вас есть телефонная книга или в каком-нибудь толмуд. Миллион страниц. Да? Миллион, не миллион. Вот. Библия, изданная в тонком переплете, там, в смысле, на тонких листочках вот такого вот формата, там тысяча страниц, ну, чуть больше тысячи. Столько. На тоненьких листочках. Очень тоненькие, может быть, вот миллионы, так, тысячи раз по сто. В общем, толмуд такой, миллион записей. И попробуйте в этом миллионе записей, да, вытащить нужный листочек по фамилии. Нужный, мгновенно, заодно и раз, сразу раз и вытащить. Смотрите, сейчас расскажу суть. Представьте себе, что у меня есть такая задача. У сотового телефона сломалась адрес, как это называется, определитель номер. То есть, определитель номера работает, номер пишет, а вот фамилию не пишет. И я хочу это компенсировать. Пока он звонит, а звонит он недолго, но секунд 10, да, человек будет ждать, ну, 5 секунд, да, будет ждать. И вот за эти 5 секунд мне нужно по номеру определить человека. Запомнить все номера на память не могу, там штук 100, например, да, и нужно их записать. Какой вариант первый? Ну, пожалуйста, листочек делаем, да, и в нем просто по порядку записываем. Номер, фамилия, номер, фамилия, номер, фамилия, да, номер, фамилия. Быстро буду искать? Нет. N операций. Вот сколько есть, столько я буду глазами, да, я быстро глазами бегу, все равно медленно получается. Не успеваю, сбрасывайте звонок. А брать от чужого человека не хочу. Что делать? Смотрите, я могу отсортировать по номерам, да, тех, кого я тут, и когда я добавляю нового человека, я его вставляю, ну, методом вставки, да, фактически. Так, сортировка вставками, вставляем серединочку с поддержанием отсортированности списка и бинарным поиском. Помните, да, бинарный поиск? Ну, если вдруг забыли, я в следующий раз будет консультация, краткое повторение, я базовые какие-то вещи пробегусь, повторю. Это будет у нас что? Логарифт по основанию 2 от n. Это неплохо, но о от логарифта по основанию 2 от n все равно не идеал. Есть ли возможность вот так вот прям вот раз и определить? Допустим, 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 да вот давайте конкретные номера напишем, но я сейчас буду писать пятизначные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 3, 3, 2, 0, 6, 3, 7, 2, 8, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 2, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 5, 3. Ну, какие-то имена, имена не пишу. Номера у меня сейчас являются ключами. Очевидно, что двух номеров одинаковых-то у меня не будет, понятно, да? Это один человек. Он ключ, он уникален в данной структуре данного. И у меня есть 100-страничная записная книжка. То есть, короче говоря, памяти достаточно, если что. 100-страничная записная книжка. Массив. Я могу взять, например, первые две цифры. Вот они бросаются в глаза, я беру первые две цифры и на соответствующую страницу записываю информацию, номер, имя. То есть, я вижу номер, страница, это индекс массива, открывается за вот единицу по индексу. Мгновенно. Соответственно, я вижу номер там какой-нибудь 65, 18, 3. Я смотрю, о, 65 есть, открывай 60. Ну, я не знаю, 65-ю страницу. Открываю. Там никого нет, я сразу говорю, незнакомлено. Здорово? Ну, здорово. Логично. Что я фактически сделал? У меня есть множество ключей. Множество ключей. И у меня есть множество индексов в этом массиве. Множество индексов. И я их сопоставил. Множество ключей у меня имеет, ну, в данном случае, пятизначных номеров, какая у него мощность? Да, два, ой, 10 в пятой, да? Ну, или 100 тысяч. А множество индексов у меня имеет мощность какую? М и, да, и МК. Множество ключей у меня имеет мощность какую? 10 в пятой, а это у меня имеет мощность 10 в пятой. Ну, конечно, у меня вот такая ситуация, которую я нарисовал, возможна. Вот такая ситуация, когда два разных ключа, да, ну, или в данном конкретном случае два разных номера у меня начинаются с одного и того же числа. 13, 320, 13, 445. Они попадают у меня, ну, на одну страницу. Да? Эта ситуация называется коллизия. В случае, если это у меня массив, в котором в одной ячейке один элемент и все, больше будет не может, возникать серьезная проблема решения этой коллизии. И это будет называться... Сейчас не скажу как, чуть-чуть позже. Запомнили, да, терминалы? И у нас, безусловно, происходит уменьшение мощности. Да? Существенные. И коллизии неизбежны. Неизбежны. Без вариантов. Вот. То, что я сейчас сделал, фактически, ну, без алгоритма пока, да, только на пальце, называется хэшированием. Хэшированием. Я ключу сопоставил его хэш. То есть, у меня есть некий хэш, да, аш, который у меня вычисляется при помощи некоторой хэш-функции по ключу. Я этот хэш использую в качестве индекса в массиве. Теперь давайте разберемся, есть ли какие-то требования к этой функции. Ну, потому что можно по-разному взять. Первые две цифры, последние две цифры, да. Ну, есть требования, чтобы количество этих хэшей совпадало с количеством индексов в массиве. Ну, чтобы я не вылезла из-за границы. Но это фигня вопроса, потому что, если я придумаю хороший алгоритм хэширования, я всегда могу взять процент, ну, по модулю на количество индексов требуемое, да, то есть на n размер массива. Я вот уже рисую, а у вас все без заголовка, да, вы себе подзаголовки вместо ставили, да? Вот. Давайте напишем заголовок. Хэш. Функция. И хэш-таблица. Как и со словом стэк, я все время сомневаюсь, как писать через е или через р. Но, по-моему, в данном случае через р. Хэш будет странно писаться, мне кажется. Хэш. Ну, а так это по-английски пишется. Хэш – это некоторая... Есть уже устоявшаяся фраза, да? Хэш сам. Хэш сумма. Сейчас мы как раз к сумме и перейдем. Есть ли какие-то требования к этой хэш-функции? Вот этой. Ну, одно требование поставили, тут же его сняли. Потому что, ну, какая разница, взяли по модулю. То есть пусть она у меня выдает, там, хоть их, миллион разных, да, возможных хэшей, но потом они все равно округлятся до того, чтобы попадать в какой-то определенный... Есть! Есть! И еще раз, есть! Я вот жил в городе с пятизначными номерами. И номера там в большинстве своем, не все, но многие, вот по районам были. Вот я жил в районе Русское поле. И там все номера начинались вот там три, четыре, три, пять, три, семь, три, шесть, три, пять, три, четыре, три, один. Ну, условно. А потом взяли и сказали, надо, город слишком большой, надо шестизначными сделать и добавили еще одну троюку. И номер там у меня стал там 33, 94, 11, да? Ну, соответственно, какие-то номера. Да? Ну, вот я специально делаю. Вот так вот. Ну, почему бы нет? Так, телефонные номера часто бывают или числа, которые нужно хранить, часто оказываются близкими. Ну, множество не обязательно имеет какую-то меру в расстоянии, да? Но мы часто рассматриваем, у нас есть некоторая мера. Да? Между, например, двумя словами существует расстояние Ливенштайна. Там, между двумя числами, там просто, прям, ну, просто расстояние, да, есть определенное. То есть, есть некоторая мера расстояния между двумя значениями, элементами множества. двумя числами. Так вот, если у меня вдруг они все тут скучковались, ну, вдруг скучковались, то у меня очень легко возникает вот такая ситуация. Вот так. То есть, такая не просто коллизия однократная, а массовая коллизия, когда хранимые данные все сконцентрировались на одной единственной странице записной книжки. Что в этом случае возникает? Вот у меня записная книжка моя, да, и в ней я листаю, 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 то есть, я быстро нахожу номер страницы, да, листаю, не листаю, мне сказали номер. Я быстро нахожу номер страницы, конечно, 33, а на этой странице по-прежнему все 100 номеров. И что начинается? линейный перебор, то есть, мы снова начинаем то, что было в изначальной идее, да, ну, давайте просто спискаться. Ну, вот, снова по оттену. Понятно? То есть, мы не выгодаем в осимптотике относительно самого примитивного, если хэш-функция будет плохой. То есть, хэш-функция должна делать тогда коллизии неизбежны, но все-таки должна для близко лежащих значений, для очень близко лежащих значений должна давать существенно различные результаты. Если кто-то под линуксом живет и пользуется пакетами, то, наверное, в курсе того, что существует такая штука, как МД5 сумма. Ну, про нее вроде то, что там на первом семинаре говорили, да? Слышали? Помните? МД5 сам это конкретная хэш-функция. Конкретный алгоритм вычисления хэш-функции от потока бинарных данных. Вот, сколько угодно бинарных данных оно вычисляет, выдает какой-то результат. Какое-то вполне определенное число измножить. Он тоже не числом выдается, числобуквенной последовательностью закодированным. И на него можно посмотреть эти два числа. Так вот, если файл, который вы скачали, отличается от требуемого, от которого должен был скачаться, от исходного, в одном единственном бите, в одном единственном бите, эти хэши будут существенно разные, визуально разные. Если вы на него смотрите, и на этом смотрите, их перепутать невозможно. Понимаете? в одном бите. Вот она прелесть хороших хэш-функций. Правда, MD5 сам не криптостойкая хэш-функция, и ей в случае малейшей необходимости как-то сохранять пароль или что-то еще, ни в коем случае пользоваться нельзя. Но есть более современные криптостойкие хэш-функции. теперь это первый параметр. Второй параметр. Хэш-функция должна быстро вычисляться. ее смысл в том, чтобы облегчить нам поиск в массиве. Ну, или очень быстро определить корректность файла, посчитать для него хэш-функцию, чтобы сравнить с исходным было или не было ошибки. И мы не хотим тратить время сопоставимое с архивацией. Но вы знаете, что архивация большого файла занимает продолжительное время. она должна вычисляться как бы на лету очень быстро. Ну, вот, в данном конкретном случае предложите, пожалуйста, какую-нибудь хэш-функцию, который можно быстро реализовать в случае с телефонными номерами? Ну, самая примитивная последние две цифры, потому что они, во-первых, действительно более случайные, не зависит от района города, это уже намного лучше, правда. Но есть еще один момент, еще один вариант. Это в случае с шестизначными вообще красиво выглядит. Просуммировать. Просуммировать по модулю 100. то есть мы отбрасываем то, что да, сумма процент 100. Надо сказать, что человек, конечно, существо арифметически медленное. И для человека посчитать какие-то числа представляет некоторую трудность. Ну, некоторые умеют считать мгновенно, я вот не умею. Но для компьютера эта операция не представляет никакой сложности. Просто сложить числа, такт, один такт процесса нагрения, все, процент 100. То есть это вычисляется мгновенно, реально. И эта хэш-функция неплоха. Просуммировать все отрезки друг другом по модулю чего-то. Поэтому самая простая хэш-сумма это сумма. В то же время есть еще один вариант. Это разбиение на кусочки иксор друг с другом. Вариант номер два это ксорики и чьи с ладом другом. Битого. Ну то есть во сколько двоичная система исчисления иксор очень хорош. Это очень быстрая операция. Она в шифровании много не используется. И вот в данном конкретном контексте она для хэш-функции тоже может вполне подойти. Не сказать, что это очень хорошо. И тут подключается уже другая область. Это именно что давайте сейчас мы хэш-функции разные хорошие и так далее. Я бы сказал так. Это во-первых не ко мне этот вопрос. Нет у меня задачи вам рассказывать разные виды хэш-функции. Про это можно прочитать точно лекцию а то и несколько таких насыщенных. А я скажу просто. В питоне есть хэш-функции. В питоне есть хэш-функции. Все. Она там есть. Для нестандартных типов когда вы создаете какой-то класс там могут быть конечно проблемы потому что нужно эту хэш-функцию доопределить. Вы оператору уже умеете переопределять. Для стандартных функций типа лен макс стр вы умеете правильно описать метод чтобы оно правильно подставило для хэш-функции тоже есть стандартный способ это переопределить но для стандартных типов для кортежей состоящих из стандартных типов для списка для чего угодно хэш вычисляется именно так просто сказали хэш сказали чего и посчитать вот ну и по модулю да то есть если вам нужно в какой-то определенный размер массива это закладывать то вот теперь давайте с вами разбираться как решать разрешение коллизии разрешение коллизии здесь глобально два пути первый путь мы разрешая коллизию разрешаем разрешая решая вопрос с коллизией разрешаем на одной странице записывать сразу несколько телефонных номеров то есть у нас возникает что это массив списка ну массив почему я говорю потому что список он переменного размера а хэш таблица она определенного размера да это входит функцию вычисления индекс поэтому что мы делаем мы разрешаем можно если коллизия ничего ну тогда спуститься до линейного поиска на хэш функция она же хорошая она более менее распределяет поэтому у нас редко будут возникать ситуации где несколько номеров на одной странице это называется открытая таблица открытая таблица 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 индексы 0 1 2 3 какой-то и ты оказалось что я должен положить в и ты и но в данном случае я уже оказалось что некий элемент и мне требуется сохранить а там уже кто-то лежит а там уже кто-то куда сохранить ответ а давайте в следующий элемент просто давайте в следующий там партия по свободной рядышком поваляется идея не глупа дело в том что размер кэш таблицы должен превышать количество хранимых данных вот если нарисовать асимптотику открытой кэш таблицы от количества хранимых данных и у меня есть некоторая скорость работы скорость поиска скорость поиска ну и что у нас как я и обещал вначале она не нелинейно она констант некоторое определенное время необходимое на вычисление хэш функции и добывание из массива нужного элемента но по мере приближения n макс у нас возникает постепенно коллизии да и периодически числа на статистике да у нас возникает повышенное время поиска то есть у нас возникает в момент когда мы перешли за n макс ничего страшного с открытой таблицы не происходит потому что можно писать по два номера страничку ничего страшного у нас начинает асимптотика расти прости то есть количество растет и скорость поиска растет то есть по два элемента по три элемента по 5 элементов но она конечно растет не так страшно и не так быстро то есть сам угол наклона ниже потому что у нас там было сто элементов которых линейно нужно было искать а тут у нас уже мгновенно нашли ячейку а в ячейке там ну два элемента да три элемента то есть количество существенно меньше тут быстрое распределение в один из списков а дальше уже по списку бежим но общее количество элементов хранимых она делится на количество ячейка таблицы поэтому в принципе открытая таблица позволит хранить больше чем свой максимальный размер пока ты в списке нагоняешь нагоняешь они длинеют но асимптотика хотя и линейная но не такая страшная и дикая как в случае линейного списка закрытая таблица идет себя иначе и осимптотика следующая осимптотика следующего сейчас расскажу это интересный вопрос особенно интересный и так в закрытой таблице тоже в начале все константно она пустая а потом периодически происходит коллизии сейчас скажу как ищется но начинается расти 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 растет под конец побыстрее побыстрее повыше да то есть это доходит до того что она заполнена вся и там практически чуть ли не линейный поиск достигает вот так вот какого-то пика и все когда она заполнена больше элементов туда положить просто нельзя отсюда сразу напрашивается глядя на эту асимптотику сразу напрашивается вывод до какого размера количество хранимых данных нужно реально хранить в хэш таблице какое максимальное количество элементов для реальных задач как пока мы имеем вообще смысл в ней пользоваться но точно не больше 50 процентов то есть ее заполненность точно не должна превышать 50 процентов а если мы хотим еще меньше коллизий лучше меньше хэш таблица требует некоторой дополнительной памяти под хранение но она возвращается с лихвой скоростью доступ вот если вернуться к исходной задачке да вот там где билеты и зачетки какой самый быстрый способ сформировать список в котором зачетка будет соответствовать билет перехэшировать все по фамилии от единицы n раз то есть n от n 1 2 но это фактически 2 от n от 2 n это от n после чего что перебираем все ключи это от n да перебираем все ключи для каждого ключа вытаскиваем его из одной хэш таблицы из другой хэш таблицы и печатаем из одной хэш таблицы из другой и печатаем все да и получается какая асимптотика о от n а не о от n квадрат или о от логарифт посадить 2 на это ясно то есть вот хэш таблицы великая вещь великая идея тривиальная согласитесь но настолько хорош этот алгоритм да чуть чуть памяти больше надо потратить настолько хорош что он на этом деле реализованы так называемые революционные базы данных слышали школе революционные базы данных и в этих революционных эти революционных баз данных большая часть революционных баз данных поддерживает стандартный язык запросов вот эту аббревиатуру наверняка встречается кто слышал про спирь поднимите руку спасибо да ребята ну ладно я буду знать это важно дело в том что sql баз данных это основа бизнеса это основа для хранения научных данных это для хранения сайтиков выход захотите блок поднять на вордпрессе вам нужны mysql и какой-нибудь еще там базы данных вам надо сохранить данные эксперимента вам неудобно хранить их файлы как вы будете из файлов тестовать бежать по всему файлу линейным поиском сколько гигабайт вперед вы когда-нибудь пробовали какими быть текстовым редактором навороченным или не навороченным открыть 100 мегабайт на текстовый файл это это страшно совершенно то есть нужно реально какую-то организацию этих данных про революционные базы данных надо рассказывать отдельно сегодня не буду рассказывать но это реально то что позволяет обеспечивать огромную инфраструктуру когда вы один человек во владивостоке заказывает билет в ржд из санкт-петербурга в москву да это все грамотно блокируется этот билет точно его место точно не будет по продано дважды табличка вовремя блокируется это дело там транзакция проходит на сервер все это сейчас очень хорошо продуманы обдумано не данные не дублируются по волну целая наука целый бизнес и много физтехов вместо того чтобы пойти но в науку идут во всякую бизнес-информатику настраивать всякие ораклы и так далее вот теперь давайте с вами сотрем я нарисую крапин открыто только картинки без текста пока после перерыва текста итак открытая кэш таблица у нас по сути это массив списках в каждом из которых у нас неважно каким образом двусвязным ли односвязным ли списком или стандартным списком питона нарисую односвязный список потому что все так это классически делают и мы его уже умеем делать расписок два список причем желательно конечно есть надежда что они короткие да или вообще нету на элементов пусть пусто нам там сразу картины закрытых конечно строго массив прямо там хранятся элементы и возникает только вопрос с решением коллизии вот есть несколько вариантов я все-таки дорисую схемку и произнесу первый вариант это следующую ячейку следующую ячейку есть вариант такой используем запасную хэш-функцию т.е. на двух хэш-функциях т.е. одна хэш-функция выстрелила и вдруг попала в элемент там уже как-то хранится ну я возьму и в какое-нибудь другое место другой хэш-функции попробую поискать куда положить запасной соответственно хэш хэш 2 хэш 2 от ки а если вдруг там занято вот особенно момент такой а если вот я положил туда k2 v2 а там занято вот давайте с этим вопросом что или с хэш со второй хэш-функции я положил сюда пашу попробовал положить там занято попробовал в другое место вычислил индекс по второй хэш-функции там занято все перерыв пять минут отдыхает давайте попишем попробуем написать класс который по сути но мы уже знаем что это в конечном счете будет словарь а ключ значение все но поэтому я сделаю так под словарь типа май дикт вот май дикт а как я буду создавать я буду предполагать что мне подаются в конструктор список пар ну или какой-то другой итерируем объект который выдает мне пара значений поэтому да есть одна тонкость а в словаре тайна от вас каким-то образом принято решение о размере этой хэш таблицы как это сделано непонятно в нашем случае нам придется какой-то размер как-то заложить сюда да как его определить ну если у объекта который мне дают там список да изначально если создать не пустой объект вот если там какое-то определенное количество элементов я могу прикинуть а так ну давайте какое-то условное число 100 пусть будет да n макс равно 100 вот итак теперь поехали писать да и еще эм я когда говорил о классах не пояснил о атрибутах экземпляра и атрибутах класса если я сейчас а теперь надо пояснить если я прямо сейчас вот здесь создам список из n макс элементов в котором разложу наны короче говоря создам список то этот список будет атрибутом класса впрочем макс тут тоже атрибут класса то есть он один на все экземпляры но он уже существует как только определен тип такой атрибут и такой объект уже существует то есть этот список сразу будет существовать в одном экземпляре если для разных экземпляров буду не создавать новый изменять тот же список то получится что у меня все экземпляры связаны сквозь этот список друг с другом это плохо поэтому если вы хотите чтобы изменяемые объекты были разными у разных экземпляров то создавать эти атрибуты надо в конструкторе а не вот так есть разница в том где написать в инете или вот тут и вот в данном случае мне нужно только в инете написать создание этого списка с хранимыми значениями с массивом итак def init self и мне будет даваться какой-то список ну давайте так лист нельзя это слово зарезервировано LST называем его LST и по умолчанию его значение будет none по умолчанию его значение будет none вот соответственно что я делаю мне нужно во-первых создать пустой массив размера n max да пустой собственно self self точка подчеркивание ну как его назовем давайте подчеркивание m большое да равно список что у меня сейчас в этом массиве изначально будет храниться none ну то есть ссылки на none на на повторенный n max раз далее мне понадобится сейчас закладывать объекты находить их индексы я это делаю будет тривиально как я это уже писал хэш от собственно ключа который оттуда стою списка итак я предполагаю что по вот этому лист можно бежать при помощи цикла for с картежиками ключ значения что там картежи из двух элементов поехали for key , итак в value in lsp потому что еще раз список картеж что я делаю я нахожу индекс куда и равно хэш от key процент n max это куда надо заложить теперь вопрос в том можно ли туда заложить что там все ли там в порядке как это сделать проще всего надо сходить туда посмотреть нам там или нет причем нам как оказалось нельзя сравнивать не равно нам или равно нам не очень хорошо надо из нот нам соответственно вот так вот напишем да и м на сэл м и ты то что я достать его оттуда могу это факт потому что я надо туда уже разложил там что то ли нам доложить по и тому индексу процент n max там точно есть по крайней мере нам и сэл точка подчеркивания m и ты из ну давайте как раз в начале нам из нам если он собственно нам в этом случае что мы делаем тупо закладываем туда парочку ключ значений сэл точка подчеркивания m и ты да кладем туда ключ значений и запитая вылью я беру ступки чтобы сделать кортеж из двух значений ключ значений скажите мне пожалуйста я сейчас что делаю открытую или закрытую хэштаблицу а а закрытую потому что я напрямую положил туда элемент какую как вы думаете сделать легче а открытую сделать легче давайте сделаем открытую в этом случае я положу туда список сейчас же у меня прямо сейчас у меня возникнет вопрос следующий это список который мне дали да но единственное что если он нам то там как сказать можно пропустить этот момент то есть ничего не делать то есть я да давайте я сделаю так чтобы не нам а так пустой список ну тогда у меня в принципе for возможен потому что это режим объект он пустой поэтому ни одного элемента добавлено реальными все вот так а где вот этот этот не надо убирать это содержимое элементов и там нам характеризуется что списка нет или я могу сделать по другому разложить пустые списки но тогда мне придется делать это генератором можно наверное наверное в принципе разумно то есть если для открытой хэш таблицы то там лучше не надо а списки складывать пустые я могу переделать но тогда будет хотя да так будет даже проще как вам оставим так если он на то собственно создать такой списочек а иначе хотя знаете там же искать будет потом сейчас подумаем ну давайте ладно оставим так оставим так а иначе иначе сэл точка подчеркивания м и ты там уже список есть раз не надо значит там список то в этот список мы что делаем и пендент туда и пену конец кого пару лучших значений поэтому вторые скобки открываем внутри скобок и выливаем ну вот так глобально будут добавлены все элементы ну а дальше остается только вопрос с чего что еще нужно уметь делать а я здесь кое-чего не учел здесь есть уже ошибка давайте мы эту ошибку осознаем когда я пропишу добавление хотя все равно придется проговорить не поймете представьте себе что в этом списке дважды встречаются элемент с одинаковыми ключами и разными значениями как мы в этом случае поступили но он сохранит оба в данном случае открытая хэш таблица вообще не возникнет сомнений она заипендит в список туда еще одного с тем же ключом о правилах хэш таблицы должно быть такое что один ключ один ключ должен быть ключ уникален не должно быть двузначным неправильно нарушение этого второй нормальной формы для реализационных поездов итак неправильно здесь сделано вопрос как сделать это правильно а вы знаете я скажу как это правильно сделать это будет сделано так смотрите а смотри я сделаю сейчас так вам к сожалению вам трудно я так вот сейчас из головы рождаю да и первый раз вы рождаю ну вот поэтому мне это легко я возьму сейчас все перепишу а вам то переписывать вот наверное перепишу потому что здесь уже существенная ошибка есть она типична ее когда пишут базу данных так вот ребята там второкурсники второкурсники и часто эту ошибку допускают потому что у меня хранится несколько одинаковых вещей да и еще вот я сейчас буду добавлять функцию добавления элемента и она будет содержать в себе вот этот кусок кода та только более продвинутая та что я попытаюсь решить эту ситуацию давайте мы все таки пересмотрим переделывать переделываем аккуратно значит во первых я сейчас откажусь от имита в этом месте вообще и пропишу его чуть чуть ниже а здесь сделаю функцию добавления собственно элемента так так def add назову ее add self и собственно пара ключ значения ну давайте я это отдельно пиль запятая отдельными параметрам я не пусть сюда приходит не как карта и желтая кей итак вот теперь собственно озадачиваемся мы хотим добавить элемент а он может быть есть таковой так значит давайте разберемся где его искать и равно хэш от кей процент n макс так теперь а да она стандартная она определена для большинства мыслимых тифов она определена и есть и это слава богу и она хорошая и быстро итак во первых и равно хэш и процент n макс теперь смотрим в зависимости от того есть такой элемент или нет а мне нужно вначале просмотреть то есть не просто вот тут я говорил про то а если такого нет а если такой есть а все сложнее потому что мне нужно пробежаться по этому списочку и просмотреть давайте сейчас все таки пусть там будут пустые списки потому что иначе будет сложно искать что я делаю а я хочу и там в списке пробежаться g равно нулю да дальше пока у меня g меньше чем лен от чего то с с точка подчеркивания м и ты чем и ты список да что я делаю пока список и ты не закончился да я делаю что если у меня элемент, лежащий там self, точка подчеркивания, m, it в качестве ключа житый элемент, it и список. Так не сойдите с ума, пожалуйста, аккуратно. It и список. self, он не определен? Где self? Не определен. Он будет определен. В момент, когда будет происходить end, он будет определен. Я просто порядок методов наушил, но это не страшно. Ничего страшного, если нет, будет идти позже. Главное, что он определен. Так что не переживайте, все в порядке. Так, it и список. В этом списке житый кортеж. Да? И я проверяю, какой ключ житого кортежа. Ключ где лежит в кортеже? Какой элемент? Нулевой. Ну, 0, 1. 0 ключ, 1 вылюет, да? Ничего страшного, не сошли с ума от скобочек. И, G, 0. Это ключ того кортежа, который сейчас лежит вот в этом списке, на этой странице моей запасной книжки, да, нажитой позиции. Я сравниваю, собственно, что? Ключ. Потому что не индекс определяет, могут элементы храниться там или нет, а ключ определяет. Так вот, если у меня этот ключ равен моему ключу, в этом ситуации как раз возникает не коллизия, в смысле просто попали два с разными ключами в один индекс, а именно ситуация, что с тем же ключом пришли. В этом случае, что мы будем делать? Есть разные варианты. Есть вариант делать рейс ошибку. Есть вариант тупо перезаписать. Я предлагаю тупо перезаписать, и все. Давайте так сделаем. Что мы сделали? А? Сохраним новое значение, новую пару, ки-вэлюя вот в этом митэжи-вэлюя. Селл точка подчеркивания митэжи-вэлюя. Вот туда нажитое место, прямо туда положим кортеж ки-вэлюя. Снова ки-вэлюя. Я даже не поинтересовался, какое было старое значение. Просто сохранили поверхность. Если же иначе, ничего не делаем, ищем до самого конца. То есть, бежим дальше. Если я добежал до такой... А, да, прошу прощения. Сделали и брейк. И брейк. Это важно, потому что здесь за счет этого я могу сигнализировать о том, что была перезапись. То есть, элемент такой был найден. И теперь я могу, благодаря синтетическу питона, у меня есть L-сквайл, в которое попадаю только при нормальном завершении цикла, если не было брейка. Помните такую штучку? Но он оказался ненужным, а сейчас он пригодится. Можно, конечно, было бы в принципе сделать там сравнив, G, if, G, больше либо равно, лен, селф, точнее, равно, равно, лен, селф, м, ит, но это было бы много текста. Но это текста наступает, лишь брейка не было. То есть, вот сюда это иначе. В этом случае что? В этом случае мне нужно добавить в конец. То есть, не важно, что там с элементами, да, но в этом и ты список, точка и первая, самый конец его, и выиграть. Вот. Вот теперь у нас есть хорошая функция добавления, которая просматривает, если что, перезаписывает элементы с одинаковым ключом, чтобы обновить там значение. А как только у нас такая функция есть, сразу понятнее, как писать и нет. Так, и спустим в списку. Что я делаю? Я создаю селф. Здесь придется генератор. Пустой список. For i inRange andMax. Потому что каждый пустой списочек нужно создать отдельно. Чтобы это не был один пустой список. Все. У меня создано nMax в пустых списочках. И дальше всю структуру данных осталось только поддерживать. Что я делаю для вот этого вот LST form i, value inLST Что я делаю? Я говорю селф точка этот добавить с кого? key запятая value а уже эта функция собственно разберется. Был такой? Не был? Кто позже в списке попался тот и перезаписал. Ну не подавайте на конструктор май славая славая где? Когда будут создается генератор вы просто селф и да 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 это печатка селф точка подчеркивания m равна все правильно все так окей а вот теперь собственно мы научились добавлять нам надо научиться искать но это будет легко потому что у нас глобально вот в принципе мы уже пробежались да есть нет элементов да а вот вопрос с удалением встанет давайте сейчас в начале решим быстренько get get у нас получает только key и должен вернуть либо value либо none давайте так да либо value либо none соответственно что у нас будет или можно raise key r итак первое вычисляем где глобально в каком списке i равно hash от key процент n max так список нашли за одну единственную быструю операцию теперь ищем в этом списке линейным проходом да что мы делаем g равно нулю так пока g меньше чем лент вот self есть более простой способ есть более простой способ цикл от for в данном случае он сработает потому что ему не нужно дать итак итак k ,v in self . подчеркивание m и ты то есть я сразу бегу циклом ход по китому списку парф k v и если у меня k равно равно key искомому ключу то есть ключи совпали в этом случае я что делаю return v и return v сразу выйдет из этой функции вернув значение которое найдется если же я достиг конца порта и return не случился то я делаю по желанию интерфейсу соответствующего либо raise key error то есть что такого ключа нету либо я не хочу чтобы get у меня сейчас ошибки выдавал я хочу как-то корректно просто определять нам return нам правда это некоторые проблемы накладываются потому что иногда нам нельзя хранить как значение нам может быть value ну пусть будет там окей так и вот возникает собственно вопрос а что делать с удалением в открытой хеш таблице этот вопрос легкий мне нужно просто найти элемент его индекс соответствующей позиции в соответствующем списке и оттуда сделать поп давайте вот здесь это реализую дел 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 селф кей и равно хеш кей процент и макс далее ищем если если вдруг селф равно равно кей то что мы делаем мы говорим селф точка подчеркивания m и ты из этого и того списка что мы делаем точка поп и указываем ему индекс элемента g g элемент он вот так можно было циклом фор но я уж не буду трогать циклом фор уж как было в узке так пусть и будет и как только я удалил элемент я знаю что там нет двух ключей просто потому что по-другому кроме как эдом который тут только что был добавить нельзя а он поддерживает так чтобы двух одинаковых ключей точно не было поэтому у меня он точно удалил один единственный и можно сразу делать что идем просто ретерн дал ничего не возвращает а вот если вдруг удалить не удалось в этом случае стандартный кстати словарь в этом случае действительно делает рейс и эра ну давайте его и вызовем рейс и эр попытались удалить элемент которого в словаре нет а теперь давайте с вами поговорим чуть-чуть не будем писать а только поговорим о удалении элементов из закрытой хэш таблицы и о поиске элементов из закрытой хэш таблицы поиск элемента независимо от того какой вид закрытой хэш таблицы у нас не представляет существенной трудности а именно а именно вот у меня попал сюда элемент у меня элемент с другим ключом на попадающий в ту же ячейку попал ну соответственно в следующую то есть он должен был попасть туда же но перепрыгнул на следующую ну и допустим еще один элемент должен был попасть сюда же и прыгнул еще на следующую вот сюда теперь я ищу элемент мне дали ключ говорят есть такой элемент с таким ключом или нет я по ключу вычислил его индекс да иду сюда если там пусто то я сразу говорю такого элемента нет если же там не пусто то либо там элемент с таким же ключом тогда я говорю элемент есть и вот вам пожалуйста его вэльвис как гетт да ретерн вэльвис но если там не пусто но элемент там с другим ключом то вместо того чтобы сразу делать ретерн в Элю. Я начинаю линейный поезд вперед по списку. Ну, никаких проблем, если вдруг у меня в самом конце такая ситуация произошла, то мы делаем линейное зацикливание в смысле на самый первый линейный. Понятно, да? Циклический. Зацикливаем, туда отправляем, если надо отправиться после последнего. Вот. Ну и пока не окажется, что мы убрёмся в пустое место, где никого нет. И если мы добрались до пустого места, где никого нет, и элемент с нужным ключом нам не встретился, то мы констатируем, такого элемента в списке нет. Понятно? Всё? Мы что сделали? Переходим к линейному поиску, если у нас не получилось сразу быстро найти первого же линейного поиска. Да ничего страшного, в открытых хэштаблицах примерно то же самое. Но всё равно эти линейные поиски есть. Да, мы подозреваем, что они будут очень короткими, но они там есть, в принципе. Здесь тоже, они возникают только тогда, когда реально возникают коллизии, когда начинается заполниваться. Ничего страшного. В основном, хэштаблица пустая и всё впарёт. А вот реальная проблема возникает тогда, когда нам надо удалить элемент. Вот, допустим, мне сказали удалить элемент с ключом key. Я нахожу его индекс, нашёл его индекс, и вот этот элемент, он попался, первый же элемент, его надо удалить. А потом говорят, а ну-ка, а поищем-ка, вот это был key 1, да? А потом говорят, а вот key 2 есть элемент или нет? Я иду в эту позицию, а там пусто. Там пусто. Я говорю, никого нет. Нет такого элемента. А на самом деле, пока элемент key 1, торчал на этом месте. Он целой пачки элементов, у меня вот сейчас на картинке, двум элементам, помешал находиться в этой ячейке. И они в связи с этим переместились дальше. Соответственно, попытка реального удаления из закрытой хэштаблицы вызывает фундаментальную проблему. Мы не сможем искать, мы потеряем, возможно, часть значений. Может быть, нет. Если он никому не создал коллизии до этого, то ничего страшного, если key 2 придет после этого, то ничего страшного, мы сюда запишем, он похоронится, потом его удалим, снова кого-нибудь запишем. А если он сместился, и он живет не дома, то проблема. Отсюда вывод. элементы из закрытой хэштаблицы не удаляются. Они помечаются как удаленные. То есть мы как бы в кавычках условно пишем, что эта ячейка была занята. Соответственно, при поиске мы приходим сюда, а здесь помечено, тут была ячейка, но теперь тут никого нет. Соответственно, это что значит, что мы должны начать линейный поиск с поиском требуемого ключа. Вперед вот этого ячейка. Понятно? К чему это приводит? Представьте себе, у вас была хэштаблица, она была вся пустая, чистенькая. Вы начали туда добавлять элементы. Тут элемент добавился. Тут элемент добавился. Тут элемент добавился. Потом вы удалили какой-то элемент, но на самом деле поветили, как удаленный. Тут элемент добавился. Тут элемент добавился. Удалили еще парочку. Тут элемент добавился. Тут элемент добавился. Парочку удалили. Тут элемент добавился. Тут элемент добавился. Но уже тут некуда особо писать. Понимаете? Я коллизий-то не создаю, да, прописка. Но понятно, что он при работе с ним на запись удаления, запись удаления, запись удаления, он весь испортится, он весь будет в этих помеченных как удаленные. Понятно? Да? Куда? Вот это? Если мы туда... Это интересный вопрос. Можем ли мы туда записать? Можем ли мы туда записать? Сейчас, 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 сейчас. Я не помню точно, не помню точно, но там какие-то проблемы в связи с этим возникали. Возможно, нет. Можем, а? Компиляторы на них работают. И компиляторы часто работают именно с закрытым. Там удалять им особо не надо. Вот появился идентификатор, оно... Сразу бросил. Уже хорошо, да? Много чего на них работают. Вот. Короче говоря, что нужно сделать? А реально охраненных данных там не так много. Что бы вы сделали, скажите? Ну, можно, конечно, брать, начать наводить порядок. О! Называется слово перехешировать. Перехешировать. Это значит взять новую, подходящего размера таблицу. Ну, например, или там просто куча уже помечена, или она реально переполнилась. То есть там стало уже больше 50 процентов. Начались жесткие коллизии. И мы берем и говорим, так, ша. Я беру, создаю пустой новый массив. Другого размера. Новый N-макс. И у меня возникает новая хэш-функция, да? Хэш. Вот. И, да? Процент N, там, ньюс. Да? N2, условно. И я пробегаюсь по этой хэш-таблице насквозь. Это всего лишь N операции. И перехеширую. Раскладываю элементы в соответствии с новой хэш-функцией. И у меня мусора больше нет. Все ровненько лежит по своим местам. А? Просота и порядок. Перехеширование, конечно, не мгновенная операция. Она занимает N операций. Сколько ничей в таблице, сколько она и занимает. Но! А? Зато удаление происходит мгновенно. Да, можно начинать удалять, разбираясь, не сместил ли он кого-то, выясняет. Но это будет целая возня. А еще все-таки с переполнением вообще нерешимая проблема. Если хэш-таблица переполняется, начинает тормозить, то ничего с этим не сделано. Только взять и перехешируем. Вот в стандартном словаре это все реализовано в тайне от вас. Вы не замечаете. Там эти перехеши... То есть добавляется элемент, который переполняет уже словарь. А, ничего страшного, он берет, перехеширует. И все это делается незаметно от вас и не сказывается на асимпатике. Вы этого не видите. Ну, собственно, все мы обсудили, что нужно сегодня. На этом материал семестра заканчивается. В этом семестре мне рассказывать вам больше нечего. В следующий раз я буду повторять какие-то базовые вещи. Будет консультация. Я отвечу на вопросы. И через раз на занятиях, на семинарах у нас будет, собственно, прием к заданию. Зачеты для всех. Те, кто с условно полуавтоматами, готовьтесь к следующему разу. Билеты появятся завтра утром. Спасибо. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А? На сайте. На сайте. На ВКонтакте я продублирую. Спасибо.